Привет! И да, я воссоздал машину времени из фильма «Назад в будущем». В этом видео я хочу полностью затронуть весь процесс создания этой модели. Мы поговорим о референсах, покажу тебе процесс моделирования, чуть-чуть затронем анимацию, ну а в конце посчитаем общее количество времени, потраченное на этот проект. Ну а с вами, как и всегда, Серджик Ас. Давненько не виделись. Погнали к делу! Ну вообще, перед тем, как я приступлю к обзору референсов, я хотел бы сказать пару вступительных моментов вообще о самом проекте с воссозданием DeLorean, зачем я его воссоздаю и какая мотивация вообще у меня, в принципе, воссоздавать его. Для меня DeLorean DMC — это что-то величайшее, так как я любитель фильма «Назад в будущее», я буквально пересматриваю трилогию каждый год, и для меня это уже часть моей жизни, поэтому мне хочется как бы ее привнести в себя. Я уже не первый раз пытаюсь воссоздать DeLorean DMC-12, но каждый раз спотыкаюсь об одну и ту же мысль. У него очень огромное количество всевозможных деталей, моделек, проводков, стилизация у него довольно-таки сложная, элементов очень много, и сама форма по себе не такая уж и простая. И поэтому каждый раз я спотыкался об эту мысль о том, что, блин, это слишком долго, это невозможно реализовать, у меня маленький скилл, и я воссоздал его. Ну что же, давайте начнем с референсов. Хочу сразу поделиться откровенностью, это самый большой и жирный PureRef файл в моей истории. Посмотрите, сколько референсов. Давайте сразу обозначу его структуру. Здесь у нас находятся референсы, на которые я ориентируюсь в процессе моделирования. Слева у нас рендеры, которые я делал по мере разработки модели, и снизу у нас конечные рендеры, которые уже вы увидите на моей странице на ArtStation и на Behance. Поэтому я все сюда сгружал, чтобы все было в одном месте. Ну что же, давайте приступим. У меня есть некоторые такие подгруппы здесь, и начнем мы, наверное, с проекций. Здесь вы видите некоторые референсы, которые я использовал, но в качестве проекции я использовал вот этот референс. Здесь у нас чертеж именно Делориана из фильма, и он выполнен в изометрии, и что самое главное, здесь нет никаких искажений, и по нему просто было изумительно воссоздавать модель. Если у вас есть в планах воссоздать тоже Делориан ДМС-12, погрузиться в эту удивительную историю с воссозданием, то лучше использовать вот эти исходники в качестве изометрических референсов. Здесь референсы разных типов. Давайте перейдем дальше. Здесь у меня референс реальных фотографий из созданного Делориана. Здесь, видите, даже есть какие-то кадры из роликов, всевозможные виды спереди, сзади и так далее. В момент, когда я собирал вот эти исходники, я понял одну очень странную штуку, что, по сути, все фотографии Делориана в интернете — это реплики, а реплики все устроены своеобразно. И есть даже ребята, которые не особо парятся по деталям, и они очень сильно отличаются от первоначальной идеи автора из фильма. Немного правее у нас референсы из другой части фильма. Просто их положил здесь, чтобы дополнять общую картину и как можно точнее воссоздать в конечном итоге сам Делориан. Любая информация, она в итоге поможет. И, наверное, нужно складировать максимально все похожие референсы. Все, что относится к проекту, все складируемо в одно место. Так или иначе, через время это поможет. Идем далее. Здесь у меня есть референсы, по которым я воссоздавал интерьер. В основном я ориентировался вот на этот референс. Единственное, что только я использовал не автоматическую коробку передач, а ручную коробку передач. Также множество референсов всевозможных. Поэтому, видите, они все различные. Они все по-разному выполнены. В этом Делориане, например, нету кнопок на руле. У этого есть кнопки на руле. Здесь провода одни, здесь другие, здесь вообще шланг. Мне нужно было по итогу сделать что-то среднее из этого всего. Комкать из всех референсов и получить что-то свое. Погнали дальше. Есть у меня также подборка со стилистическими референсами. Я добавлял сюда все рефы, которые мне нравились чисто по стилистике, возможно, по свету и так далее. Рызкая по просторам интернета, я даже наткнулся на подобное видео. Здесь какие-то умельцы воссоздали Делориан в виде джакузи и поставили его у фаната во дворе. Если вам интересно, поищите этот ролик. Довольно интересно и круто стилизованный, и выполнена работа довольно круто. Также у меня есть референсы по отдельным элементам. Например, вот здесь у меня находятся логотипы DMC. Кстати, он симметричный, и я никогда довольно-таки в него не вглядывался. Он сам по себе имеет очень крутую и запоминающуюся форму. Здесь у нас диски. Тоже имеют очень крутецкую форму. Над ними я тоже достаточно сильно посидел, и пришлось искать референсы. И благо вот этот референс, который я очень сильно ориентировался в дальнейшем. Здесь у нас устройство поворотных элементов. Это, кстати, референсы взят с игрушки. Здесь различные элементы бампера, зеркало заднего вида и так далее. Также добавлял референсы с всевозможными иллюстрациями, 3D-моделями. Также есть референсы с рулем. В качестве референсов Mr. Fusion я использовал реальную модель. Надеюсь, автор не будет против. Я нафоткал с разного ракурса этот Mr. Fusion, скинул себе в Pure Ref, и уже по этим референсам я воссоздавал свой Mr. Fusion. Вот здесь у меня референсы с открывающимися дверьми. Я смотрел, как устроены эти все подкладки, всевозможные уплотнители, как устроен салон сбоку, где какая строчка, где какие элементы расположены. Вот эти референсы мне очень сильно помогли. Погнали дальше. Здесь у нас салон обычного DeLorean, DMC-12. По этим референсам я мог, в принципе, понять, как устроен салон, из каких он материалов и так далее. Некоторые референсы приходили мне и в процессе моделирования. Например, вот эти референсы я взял из фильма «Первому игроку приготовиться». Я прям нашел фильм, надергал оттуда скриншотов. И на самом деле, эта сцена меня очень сильно вдохновила, потому что в этой сцене DeLorean буквально со всех сторон показывается. Даже камера есть внутри. Вы посмотрите вот на эти элементы, где главный герой переключает скорость. У нас виден этот, ну, пат и провода, и так далее. Здесь у нас виден сам салон, свет на этих панелях. Господи, сколько здесь деталей, а посмотрите вот на это. Это же просто находка. Это невероятно. Я так сильно обрадовался, когда вспомнил про этот участок в фильме и сразу же побежал делать скриншоты. Эта сцена меня очень сильно вдохновила, чтобы я доделал работу до конца. Наверное, это самый запоминающийся момент в этой сцене, где DeLorean включает вот этот хавер-мод и пролетает под фурой. Вау! В этот момент, наверное, я и вдохновился тем, чтобы мой DeLorean тоже мог взлетать. Это, вау, крутые референсы, правда, вдохновляют. Всегда нужно этим пользоваться. Также я заметил, что на DeLorean из «Первому игроку приготовиться» есть какие-то красные лампочки на передней панели, которые присутствуют только в фильме. Подобную стилизацию я встречал только «Первому игроку приготовиться». И всё. Вот это немного интересный момент. Ну и, наверное, ещё голограммы в самом салоне. Это вот отличительные признаки. Ладно, погнали дальше. Также у меня есть референс салона вот такого. Есть референс с салоном в исполнении игрушечной модели. Тоже, кстати, крутые рефы. И на них гораздо легче ориентироваться, потому что они не изобилуют таким огромным количеством деталей, и ты можешь чётче воспринимать основные формы. Опять же, есть такие моменты. Есть игрушка, коллекционка какая-то. В процессе моделирования, наверное, я даже больше ориентировался не на реальные фотографии воссозданных DeLorean, потому что они все разные. А за правильный рефер я взял игрушку, миниатюру. И по ней гораздо легче воссоздать модель, потому что там видны самые основные элементы. И если ты повторишь основные элементы, то, по сути, ты повторишь всю модель. Вот. И повторять детализацию по игрушке намного легче. И на самом деле эта игрушка сама по себе достаточно детализирована. То самое главное, в ней отсутствуют ненужные элементы, которые расфокусируют внимание. И ты можешь просто не ту штуку смоделировать в конечном итоге. Вот эта игрушка в качестве референсов мне очень сильно помогла. Немного ниже находится референс с механизмом, который поворачивает сами колеса. Тоже пришлось их поискать. Как видите, взял их с игрушечной модельки. Здесь у меня дворник. И, конечно же, некоторые кадры из самого фильма. Также процесс взлета DeLorean. Все нужно зафиксировать, чтобы потом от этого отталкиваться. Вот, кстати, Мистер Фьюжн. Еще один интересный случай. В момент работы над DeLorean я был в Минске и посетил самую большую частную выставку LEGO, по-моему, в Европе. Но я могу ошибаться. И там был набор LEGO по мотивам «Назад в будущее». Я тоже сделал оттуда несколько фотографий. И вот даже подобные референсы я собирал в процессе работы. Поэтому такие интересности. Также есть референсы, которые послужили мне донорами для воссоздания некоторых элементов в салоне. Например, вот этот исходник буквально мне развязал руки и сделал за меня львиную часть работы. Я просто потом восстановлю по нему всю приборную панель. Господи, спасибо тому, кто сделал эти референсы. А все остальные рендеры вы увидите в процессе моделирования. Ну что же, давайте приступим к моделированию. Первым делом я загрузил проекции, проект синьки, вид сверху, вид сбоку, вид спереди. И создал сайзбокс по размерам DeLorean. Это нужно, чтобы в пределах этого бокса моделировать саму модель. Далее я приступаю к созданию основной формы. Пытаюсь как можно точнее ее повторить. Но в дальнейшем я, конечно же, ее буду множество раз редактировать. Так как от этой формы зависит форма всех остальных элементов. И я посвятил довольно-таки много времени на моделирование основной части кузова. Далее я работаю над такими элементами, как передний пластиковый корпус для фар и радиатора. Основными передними бамперами, передней юбкой. Задний пластиковый корпус также делаю, в который вставляются наши сами фары и номер. И нижний бампер тоже с юбкой. Пытаюсь сразу же накидывать лупы, так как у меня моделька будет под сабдив. Важно, чтобы она выглядела хорошо сразу же и в минимальном количестве сабдивов, и в максимальном. Если вы моделировали под сабдив, то наверняка меня поймете. На этом этапе началась моя самая главная эпопея в построении DMC. Это работа над дверьми. Я множество раз за весь проект пересоберу эти двери. Я множество раз пересоберу топологию. Я переосмыслю ее, и все-таки у меня останутся в ней ошибки. Ну а на этом этапе я исправляю топологию дверей и других элементов. Здесь же я разбил основной кузов на основные части. Это крылья, капот, часть крыши соединена с задней частью, и отдельная часть у меня будет дверь. На этом этапе я также сделал диск и саму покрышку. По итогу воссоздание диска у меня было несколько итераций, и я отказался от сложных форм, и решил оставить все в легких мешах, и просто считая их соприкоснуть друг с другом, но при этом не объединять их одной сеткой. И на самом деле это сэкономило мне огромное количество времени, то не скажешь про моделирование покрышки. Процесс воссоздания покрышки забрал у меня тоже огромное количество ресурсов и времени. Больше всего я потратил времени на то, чтобы придумать сетку, которая смогла бы стыковаться друг с другом при многочисленном клонировании. Момент стопологии, он, конечно же, отнимает огромное количество времени. Но все же у меня получилось расклонировать их, крутить их в саму покрышку и нарастить, так скажем, мясо. Вообще, создание колеса для меня очень сильно завораживало, и я ловил какой-то трепет перед ним, потому что мне все время было интересно его воссоздать и вообще попробовать это сделать. Был некий вызов, и я с ним справился. Вау, погнали далее. Здесь я занимаюсь воссозданием боковых зеркал заднего вида. Было очень сложно поймать форму, поэтому я буквально же сразу полез в интернет искать дополнительные исходники, по которым я мог ощутить ее. Топологию боковых зеркал я, конечно же, в дальнейшем переделаю и вернусь к ним еще не раз. Визуально боковые зеркала кажутся очень простой формой, но как только я взялся за моделирование, я понял, что не все так уж и просто. Ощутить перспективу по фотографиям черного пластика, где есть блики, довольно-таки сложно, и из-за этого намного сложнее воссоздать модель по фотографиям. В конечном итоге боковые зеркала я все-таки переделаю несколько раз, так как меня долгое время не устраивала сама топология. Замоделил две передние фары. В процессе моделирования я вообще ориентируюсь на то, что мне нужно будет в конечном итоге текстурировать эту модель. И, соответственно, я строил модель из этих требований. Например, если фары, соответственно, передняя часть у них должна быть прозрачная. А если она прозрачная, значит, за ней должны быть тоже какие-то элементы. И я просто не мог не сделать светящиеся вот эти лампочки. Здесь же я замоделил пластиковую штуку спереди, на которой будет крепиться сам логотип. Логотип я сделаю немного позже. В процессе моделирования я с каждым разом все четче понимал основную форму DeLorean, и с каждым днем мне легче было воссоздать ее. И на некоторых этапах, например, на этом, я замечал, что пампер, который я замоделил, он являлся очень острым, и мне нужно было его сгладить. Где-то здесь неправильная форма, где-то не такой выступ. И поэтому я множество раз это все переделывал. Исправлял ошибки, так как с каждым днем ты всматриваешься буквально, замечаешь то, что ты не видел раньше, более углубленно подходишь к процессу моделирования. Здесь же я замоделил задние фары и добавил пластиковые формы для номера. Казалось бы, из-за детализации задних фар я должен был психануть, но в целом я довольно-таки быстро их замоделил. К тому же я добавил еще пластиковую форму для номера. Каждый подход моделирования я поправлял основной кузов. И этот момент не исключение. Еще один главный элемент в устройстве автомобиля — это лобовое стекло. Я никогда ранее не понимал, как оно устроено и вообще за какие части кузова оно крепится. До того момента, пока я не вставил его лобовое стекло, я до конца не мог понять, как устроены пластиковые вставки под капотом, пластиковые и кожаные элементы внутри салона. И для того, чтобы побыстрее ощутить форму, мне нужно было как можно быстрее добить основы, а точнее ставить лобовое стекло и уже добавлять элементы, которые от него как раз-таки пляшут. Сейчас вы наблюдаете над элементом, который вытянул у меня колоссальное количество времени. Я переделывал дверь множество раз. Я не знаю, сколько раз я переделывал топологию двери, сколько дней я просидел над ее реализацией. Но вы видите здесь первую итерацию работы над дверью. Вы даже не представляете, я, наверное, 5 дней суммарно работал над дверью. Так и не получилось у меня по итогу создать там нормальную топологию, потому что были какие-то переплетения, где-то не сходилась топология из-за очень сложной формы. Как только я вставил в основной кузов лобовое стекло, я сразу же принялся за воссозданием хотя бы примерных элементов в самом салоне. Потому что, не зная примерные пропорции снаружи, ты не можешь воссоздать элементы внутри. Потому что от внешних элементов я строил внутренние. Потому что они должны занимать определенную позицию, они должны быть определенного масштаба. И все это приходилось подгонять. Воссоздание подобных болванок на этом этапе очень мне сильно помогло почувствовать форму. Также я очень долго дорабатывал момент интерьера, всевозможные ковролины, пластиковые вставки, основные элементы корпуса. Здесь вы видите первую итерацию кресла. Это буквально болванка, чтобы понять, как внутри заполняется место, какого масштаба должно быть кресло. Сразу же в процессе моделирования я понял, что с креслом что-то не так. И буквально оно выглядит как высохшее и имеет очень, знаете, фейковую форму. Как будто бы это даже не кресло, это какая-то пластиковая вставка. И, кстати, она очень сильно похожа на пластиковую версию из референсов. На что я сейчас обратил внимание. И, конечно же, множество раз переделывал топологию двери. Я еще раз повторюсь, за весь процесс моделирования вы увидите это колоссальное количество раз. На этом этапе я замоделил прекрасный логотип DMC. К сожалению, не записал процесс, поэтому ловите вот этот прекрасненький рендер. Конечно же, добавляю подлокотник. Вообще, в процессе зарождения идеи с воссозданием DeLorean DMC-12 ко мне приходили разные мысли. И одна из мыслей вышелась так. А почему же в каждом воссозданном DeLorean нет хорошего интерьера? И, например, если бы я захотел купить эту модель, то она бы выглядела хорошо снаружи. Но при этом невозможно было бы открыть двери, посадить туда персонажа или что-то подобное. И это меня подстегнуло очень хорошо проработать интерьер и сделать его как можно детализированней. Но при этом не перегибать с количеством полигонов. Сами понимаете, там полигонаж в 20-30 миллионов, это уже слишком много. Поэтому мне приходилось ловить середину в детализации. В очередной раз перебираю топологию правлю форму для интерьера. Сложно состыковать обшивку на дверях и панелях интерьер кузова и двери. Все очень сильно вытягивает у меня время. Я буквально копаюсь вокруг одного и того же. Здесь я работаю над ручками в интерьере, на подлокотниках, находящихся в двери. Также замоделил руль и основную часть к нему, а также переключатели. Конечно же, добавил пластиковый молдинг на кузове. Здесь вы видите неоновые линии спереди и сзади. В качестве набросков я долгое время примерялся, смотрел их как лучше сделать. И на следующий день я уже принялся за конечную вариацию этих неоновых элементов. Хоть я и пристрелился множество раз в процессе создания, но огромное количество времени ушло на создание вот этих неоновых элементов. Форма неоновой вставки, особенно в задней части, постоянно меняет направление нормальной, из-за чего сложновато сохранить везде одну ширину обводки. Также останется заполнить ее макро деталями, такими как болтики и возможные уплотнители. В этом же промежутке я смоделировал заднюю турбину, которую я потом уже буду детализировать различными болтиками, но это будет в дальнейшем, когда я уже полностью перейду к доработке задней части. Наверное, это самый продолжительный промежуток моделирования за весь процесс. Здесь я успел сделать почти все основные элементы на двигателе сзади. Всего это приблизительно 18 объектов со своей формой. Также собрал рамку из резинок на окнах и поправил немножко крышу. Сейчас я уже заканчиваю процесс моделирования некоторых элементов на задней части. Это такие разные штуки, как всевозможные баночки, почечки, трубки и так далее. И здесь же я приступаю к воссозданию легенды, к воссозданию мистера Фьюжена. Как оказалось, его не так уж и легко сделать. У него есть огромное количество элементов, которые не замечаешь обыденным взглядом. Не стал тут изобретать велосипед в построении основы и разбил весь Фьюжен на множество мешей, чтобы не шакалить топологию. Над Фьюженом я довольно-таки хорошо посидел, по-моему, где-то в районе двух дней. Не думал, что эта модель заберет у меня так много энергии. Также не забываю про детализацию мистера Фьюжен. Дорабатываю некоторые моменты, докидываю крепежи и элементы крепления частей. Здесь я наполняю модель мелкими деталями, такими как шланги, трубки, болтики, вставки и так далее. С этими дополнительными элементами модель открывается совершенно с другой стороны. В задней части теперь очень много различных объектов, и это действительно радует глаз. Наверное, это самый детализированный участок автомобиля на этом этапе моделирования. Придется проявить некоторую креативность в наполнении детализацией, так как я понимаю, что все собранные машины времени являются репликами, и, конечно же, у всех машин есть схожие черты. Но детали на всех машинах разные, и даже чувствуется некоторый подход мастера к каждой сборке. Основные элементы я постараюсь повторить как можно точнее, а побочные, не такие важные элементы, постараюсь закреативить сам. Кстати, на этом этапе я уже достаточно сильно проработал заднюю часть автомобиля, и мне показалось, что довольно глупо будет не детализировать сильно салон и оставлять его в таких полуформах. Поэтому я здесь уже четко убедился в том, что буду доделывать интерьер и глубоко его детализировать по мере возможности. Также я добавлял детализацию с проводами, я их замоделял при помощи клонера, и уже по сплайну сделал внешние провода, которые идут у нас по корпусу с двух сторон. На этом этапе я уже полностью доработал экстерьер, и меня он полностью устраивал, и поэтому я все свое внимание уже переключил на интерьер. В процессе воссоздания временного контура, а точнее его бокса, я столкнулся с воссозданием щеколды, и на самом деле она очень сильно меня завлекла. Мне буквально пришлось найти референсы в интернете и понять, по какому принципу эта щеколда вообще работает. Как мне кажется, я довольно детализированно ее воссоздал, и в будущем я могу накинуть на нее некоторый рик, чтобы заанимировать ее. Сейчас я не вижу в этом никакого смысла, потому что в основном мне интерьер нужен лишь для статики, как для дальнейших проектов. Почему нет, пускай будет. Множество раз в процессе моделирования я все-таки возвращаюсь к доработке элементов, переделываю, переосмысливаю форму. Где-то мне приходят наилучшие идеи в реализации топологии. Каждый день приносит что-то новое в процессе моделирования, и ты буквально видишь процесс построения модели с другой стороны. Это очень крутое ощущение. На этом этапе я воссоздаю все основные элементы, которые притягивают взгляд в салоне. Это панель со временем, панель для управления печкой, нумпад с цифрами для набора времени, саму коробку передач, панель со шкалами, воздуховоды под капотом и магнитолом. Также есть мелкие примечания и заметки по самой модели DeLorean. Вообще сложно найти единый исходник для моделирования, ведь почти каждый исходник он своеобразный. Главные моменты, они конечно же похожи, но вот в деталях все сделано по-разному. От колес, покрышек до панелей и проводков. Везде все по-разному расположено или вообще имеет другую форму или строение. В любом случае, по итогу у меня получится своя вариация машина времени, так как я дергаю наработки с разных исходников. На этом этапе я дорабатываю радиатор на магнитолу, дырки для воздуховода, кнопки на руле, всевозможные мелочи в салоне, которые так или иначе притягивают взгляд. Очень странно, что в процессе моделирования я начал подмечать строение некоторых приборов, элементов в интерьере. Хотя, посмотря тот же фильм, первому игроку приготовиться я даже не обращал на них никакого внимания. И крутость самого Делорина, конечно же, кроется в мелочах, и это я опознал на собственном опыте. Здесь я работаю над панели со светодиодами, панели с кнопками сверху, тумблерами, всевозможными переключалками и так далее. В момент, когда я их моделировал, я уже сразу понимал, что наверняка уже не буду их детализировать, потому что они находятся сверху. Да, эта панель привлекает огромное количество внимания за счет разноцветных кнопок, ее детализировать и подписывать буквально каждую кнопочку, это можно сойти с ума. Подобную детализацию это уже излишек. Здесь я перебрал мэш с дверью, убрал возможные пересечения при закрытии сверху, пришлось достаточно много поработать. Раньше даже не замечал, что мэши пересекаются, некоторые ошибки находишь только со временем. Также доработал пластиковые подложки, теперь они более плотно прилегают к кузову. Салон я еще все-таки не доделал, дорабатываю некоторые элементы и вношу право. Также сделаю прибор в салон справа, доработал топологию дверей и обшивки, борюсь с пересечениями, прибор на центральной панели. Вот, например, вот этот огромный бокс, который находится посередине, его просто нужно воссоздать и точка, потому что он забирает на себя огромное количество внимания и служит таким композиционным уравнителем, что ли. Здесь вы можете наблюдать, как я пересобрал и доработал кресло, добавил вертушки, и сделал пластиковую вставку под дверь. Когда я только начал моделирование этой модели, я в принципе не мог понять, как уловить форму и вообще, как же все это реализовать. Из-за этого ты буквально можешь понять фразу «глаза боятся, а руки делают». Интерес приходит во время работы, и это действительно так. По всей видимости, и правда, самое сложное – это лишь начать проект, а все остальное соберется само. Стоит лишь постепенно прикладывать усилия и не ждать быстрого результата. Конечно же, я не забыл про педали и пластиковые вставки на дверях. Эти незаметные элементы очень сильно добавляют детализации проекту. Здесь я уже практически доделал салон. Я окончательно перебрал кресло, сделал его таким немножко воздушным, пушистым, и оно теперь похоже на настоящее. В купе с пластиковыми элементами и крутилками оно выглядит действительно как настоящее, если его сравнивать с предыдущей версией. Оно действительно было как пластиковое. Жесть. После кресла я сомкнул провода для салона и уже при помощи сплайнов раскидал их по салону. Пытался это сделать как можно точнее, чтобы просчитывать это все физикой. Я буквально сам руками это все выставил. Как по мне, получилось даже очень правдиво. На этом этапе я дорабатываю мелочи, на которые у меня почему-то не было времени ранее. Здесь я устраняю самый главный минус модели Делориана из фильма «Первому игроку приготовиться», а точнее я создаю механизм газолифта, который открывает дверь. Докидываю крепление на неоновые трубки спереди и сзади, а далее я собирал примерный механизм для поворота колес. И в этот момент ко мне пришло осознание, что мне не совсем уж и нравится анимация Делориана при взлете. Если кратко описать процесс взлета DMC в фильме, то он как бы приподнимается без работающих двигателей. В момент, когда он начинает парить, он зависает, у него срабатывают механизмы, колеса поворачиваются, только в этот момент включаются турбины, и только после включения турбин он улетает. В моменте моделирования мне показалось намного логичнее сделать поворот колес в момент поднятия Делориана, чтобы экономить время. Также намного логичнее, как по мне. Поэтому моя анимация будет немножко отличаться от оригинала. Как и обещал, перерабатываю боковое зеркало, теперь топология меня полностью устраивает, можем идти дальше. Замоделил номер сзади, и, конечно же, дворники. Про дворники, кстати, я забыл и вспомнил буквально в последний день подготовления модели перед разверткой. В процессе моделирования дворников я понял, что никогда даже не задумывался о их строении, по какому принципу они вообще работают, что только не узнаешь, пока моделируешь. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что модель готова, можно переходить к UV-развертке. Когда я вступил на следующий этап с UV-разверткой, я долго не мог осознать, что тот проект, который был для меня чем-то недосягаемым, и вот проект движется к своему логическому завершению. Процесс развертки очень сильно затягивает и завораживает, просто сильно залипаешь и даже не замечаешь, как пролетает время. Можно с уверенностью назвать это потоковой деятельностью. В процессе работы над UV-разверткой я сделал для себя некоторые заметки. Вроде бы в прошлых версиях синьки я мог без проблем выделять несколько мешей и за раз разворачивать, к примеру, сразу 10 моделей. Сейчас мне приходится буквально каждый меш выделять и разворачивать практически вручную. Но в этом подходе я нашел еще один плюс. В процессе я смотрю на сетку, и если нормали не развернуты, то поправляю это. Как-никак это автоматизирует процесс и хоть немного его ускоряет. После того, как я доделал UV-развертку, я приступаю к анимированным элементам. На следующем этапе я уже полностью приступил к текстурированию модели. Когда я приступал к текстурированию, у меня уже было четкое видение модели. Я уже сам понимал, что это будет не точное повторение Делориана из фильма «Первому игроку приготовиться». Мне не нравится там обшарпанный кузов, мне не нравятся все эти увечные на Делориане. Мне хочется воссоздать Делориана в его первозданном виде, как его и задумывал автор. И поэтому практически все текстуры на моей модельке, они буквально идеальны. Из этой логики я подошел к моделированию. Если кто-то в дальнейшем хочет воспользоваться моей моделью, он может ее сам состарить, сам докрутить текстуры. Но мне захотелось увидеть Делориан в идеальном состоянии. Процесс текстурирования довольно-таки простой, я не вижу смысла в него очень сильно углубляться. Я лишь накидывал материалы, нужные мне элементы, и работал с нормалями. Работая над текстурами фар, я заметил, что нормали неправильно ложатся, и на каждом кубике абсолютно разный рисунок, хотя должен быть приблизительно одинаковый. Из-за этого мне пришлось отредактировать ревиш, проецировать фронтальную плоску. Работая над цветодиодной панелью, я попробовал создать обычный материал, накинуть на него мишен разного цвета, но при этом заметил, что картинка выглядит довольно-таки сухо и необъемно. Я решил внутрь пластиковых разноцветных шариков добавить еще один мэш с светящимся элементом. После этого картинка, конечно же, заиграла красками и выглядит не так просто. На этом этапе мне даже пришлось зайти в Zebra, чтобы добавить дополнительную детализацию на кресло, а именно строчки. После этого я также запрыгнул в Substance, запек в нормале, и уже вернулся с этими картами к своей лоупольке. На этом этапе я добил все основные текстурки на модели. Отрисовал текстурки с текстом и различные наклейки. Доработал приборную панель, взял за основу реальные фотографии приборной панели и восстановил текстуры при помощи фотографий. Это очень круто. Спасибо боже, что кто-то сделал эту фотографию. Также, чтобы добавить больше реализма, я замоделил стрелки на приборной панели. Также отрисовываю карты для панели со временем, для нумбада, добавляю различные наклейки и, конечно же, подготавливаю текстуру для мистера Фьюжена. Во время работы над интерьером ко мне пришла еще одна крутая идея. Почему бы не разместить трек Duran Duran на магнитоле? Сделать некую отсылку первому игроку приготовиться. Мне интересно, вообще будут ли реагировать фанаты на эту отсылку и вообще заметят ли они. Не знаю, посмотрим потом на странице ArtStation или Behance. Здесь же я добавляю значок DMC на диск, также добиваю до конца текстуру на печке и, конечно же, подготавливаю текстуру для покрыши. С наложением текстуры на покрышки пришлось довольно-таки сильно повозиться, поискать нужные мне параметры, но я наложил альфу при помощи Bump Card и в целом она довольно-таки круто выглядит. На этом этапе я могу с уверенностью сказать, что с текстурами точно закончено. Конечно же, я время от времени в процессе работы над анимацией буду возвращаться им, менять какие-то параметры и так далее, но это уже не критично. Некоторое время поэкспериментирую с турбинами и получу вот этот результат. Ну вот и подошел к концу этот проект. Более детально с этим проектом вы можете ознакомиться на ArtStation и Behance. Ссылочки я обязательно прикреплю в описании, туда же я прикреплю анимацию, чтобы вы могли более детально ее посмотреть. Обязательно переходите, ставьте лайки, любая поддержка от вас будет мне только в радости и в пользу, если честно. Также в качестве креатива я сделал вот такой вот прикольный мини-ролик для рилсов и шортсов. В нем пришлось круто поработать с трекингом и с анимацией в целом, что для меня довольно-таки в новинку. И я тоже очень сильно кайфанул в процессе его создания. И мне было бы интересно рассказать об этом в следующем своем ролике. Если вам тоже интересно было бы посмотреть это видео, обязательно пишите свое мнение в комментариях или какие-то вопросы, возможно, вас интересуют. Все учту при создании ролика. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить этот самый ролик. Ну и приступим к самому интересному. Сколько же времени я потратил на реализацию этого проекта? В процессе работы я ввел заметку по каждому дню моделирования и в том числе фиксировал время работы в каждый день. И из этого я могу теперь составить некоторую статистику и привести вам цифры. Сколько же я потратил времени на этот проект? Суммарно на весь проект ушло около 100 часов, из которых 73 часа чистого времени ушло на моделирование, 10 часов на развертку и 17 часов на текстурирование модели и легкую анимацию. Это чуть больше 4 дней чистого времени. Я им занимался лишь в свободное от работы времени. Это важно подметить. Поэтому горько будет сказать о том, что на весь процесс моделирования, развертки, текстурирования, подготовки анимации и креативов я потратил 3 месяца. 3 месяца активной работы. Такие пироги. Надеюсь, вы очень сильно кайфанули от этого ролика, и у меня действительно получилось передать это чувство созидания. Вот этот трепет над каждой деталью и воссоздание всех мелочей. Желаю вам творческих успехов. Не забывайте про мои странички на ArtStation и Behance. Жду ваши лайки. Ну а с вами был, как и всегда, Сергей Касс. Всем удачи. И пока. Слушай, также, возможно, тебе понадобится вот эта моделька, 3D-моделька, как говорится. Смело пиши мне на почту, если там тебе нужна какая-то колборация, либо тебе нужно встроить куда-то эту модельку, или вообще ты хочешь ее купить, чтобы, там, не знаю, встроить ее в свою игру. Обязательно пиши мне на почту. Мы найдем выход. Пока.